МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Новая жизнь старого здания. Сегодня после капитального ремонта открылся новый корпус 4-го лицея города Чебоксары. Незаконная торговля. В Чебоксарах выявляли несанкционированные торговые точки. Авангард в массы. В столице Чувашии прошел фестиваль Аптрофест. Первый раз в новый класс. Сразу 300 чебоксарских школьников начнут третью четверть в новом корпусе 4-го лицея города Чебоксары. Торжественное открытие состоялось сегодня. Полгода назад на этом месте были руины. Здесь стояла груда рабочего мусора, а здесь эскалатор выравнивал землю. Ситуация в корне изменилась. Старое заброшенное здание превратилось в яркую школу для начальных классов. Более 40 миллионов рублей из городского бюджета и 25 из республиканского. Столько средств ушло на капитальный ремонт здания школы. Начинали практически с нуля. Меньше чем за год была проделана огромная работа. От разработки проекта до полного оснащения помещений. В результате ученики 4-го лицея получили просторные учебные классы, спортивные, гимнастические и танцевальные залы и класс робототехники. Я лично буду делать роботу, которая ездит по черной линии. Сейчас у меня пока ползет, потом у меня будет ездить еще быстрее. Я пока думаю над новой программой, как ее сделать. Учебные занятия в корпусе начнутся со следующего года. Однако кружки и секции работают уже в штатном режиме. У нас центр внешкольной работы, он работает у нас с 1 сентября. Три направления. Физкультурно-оздоровительное, культурно-досуговое, художественно-эстетическое, информационно-развивающее. Первокласснице Вики и ее бабушке новый корпус понравился. Здание прекрасное, мы мимо проходили, видели, но очень довольны и очень рады. И очень она рада, что обучается в этом лицее. Еще одной комфортной школы в республике стало больше. Их строительство продолжится, отметил глава Чувашии. Сегодня он вместе со школьниками в торжественной обстановке открыл двери в новый корпус. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах уже не первый год ведется борьба с несанкционированной уличной торговлей. На нерадивых продавцов оформляются протоколы и налагаются штрафы. Понимая, что горожанам иногда удобнее купить продукты у дома, в разных районах столицы оборудовали специализированные торговые навесы. Но нарушения продолжаются. Сегодня соблюдение правил торговли проверяли сотрудники столичной администрации, надзорных ведомств и ветеринарных служб. В этот раз под очередную зачистку попала территория около центрального рынка. Это излюбленное место уличных торговцев и головная боль для городских властей. Продукты земли здесь предлагают не первый год. Буквально несколько минут здесь стояла парочка уличных торговцев, которые продавали здесь молоко. Но как только они увидели наши камеры, их не стало. Этих людей абсолютно не смущают ни запрещающие щиты, ни полицейские патрули. Купить молоко неизвестного происхождения проще простого. Данную продукцию специалисты ветеринарного контроля сразу же отправили на исследование. Кстати, лаборатория находится на территории колхозного рынка. Здесь же проверяют всю молочную продукцию, которая реализуется на самой торговой точке. Жирность, плотность, белок, наличие воды. Показатели определяют за считанные минуты. У вас справки нет на руках, подтверждающие безопасность реализации. Может, у вас молоко фальсифицированное? Разбавили водой? Нет. Или больное? Не больное. О, не больное, ничего хорошего. В неизвестном происхождении у вас молоко получается. Вы должны торговать в установленном месте. Есть на территории рынка. Пройти ветеринарную экспертизу и спокойно торговать. Нестерильная тара, отсутствие справок и результатов экспертиз. Эти факторы должны насторожить покупателя. Кстати, в этом образце молока все соответствует нормам. Но этот случай может быть и одним из ста. Подхватить какую-либо болезнь проще простого. Это лейкоз может быть. У нас субклинический мастер, раздействие инфекционное, вплоть до сибирской язвы. И остальные заболевания. Поэтому фальсифицированное молоко, которое могут еще разбавить покупателям, я не желаю, чтобы они покупали это молоко. В ходе рейда проверили и пешеходную дорожку от детского мира к колхозному рынку. Там также запрещена торговля, но и здесь оказалось несколько продавцов. На них был составлен протокол об административном правонарушении. Такие совместные выезды проводятся не в первый раз. Действительно, количество торгующих намного уменьшилось. Будущее в городе это за цивилизованными рынками, за цивилизованными ярмарками. Я думаю, что руководство об этом тоже думает. Я думаю, что в будущем у нас в трех районах города появятся специализированные ярмарки. Потихонечку уйдут такие торговые навесы, где все условия не созданы для продавцов. И не надо забывать, что немалую роль в борьбе с незаконной торговлей играем мы с вами, покупатели. Как известно, именно спрос рождает предложения. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Из призывного пункта Канаша в самое сердце страны. Президентский полк в очередной раз пополнился новобранцами из Чувашии. На службу в Москву отправились 10 человек. С солдатами Кремля познакомился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Их отобрали из тысячи. В комендатуре московского Кремля к новобранцам предъявляют серьезные требования. Идеальная внешность, физическая подготовка, чистая перед законом биография. Вот далеко не полный портрет солдата президентского полка. Непростой отбор в элитные войска прошел и Сергей Николаев. Юноша признается, что сбылась к его мечтам. Отбор пришлось пройти прямо с самого августа. Все комиссии, все бумаги, все справки, все собрал. И вот после этого, получается, позвонили и сказали, прошел. Ребят поздравил и глава республики. За 10 лет, отмечает Михаил Игнатьев, в Кремлевском полку отслужили более 140 уроженцев региона. И далеко не случайно, что на чувашских юношей делают ставку в элитных войсках. Это говорит о том, что мы сохраняем вместе с вами духовные ценности, семейные ценности. Не каждого туда берут, потому что они обеспечивают все эти вопросы охраны правопорядка. И практически входят в Федеральную службу охраны президентов. Пост сдал, пост принял. Из Москвы в Канаж приехали солдаты, уже отслужившие в президентском полку. В 2015-м их также торжественно провожали в Москву. Призывник прошлого года Евгений Матвеев остался в Кремле служить по контракту. Отцу солдата Михаил Игнатьев вручил памятные часы. В конце ноября начал служить по контракту. Рады, конечно, говорить, все нормально, все правильно, правильно сделано. Глава республики побеседовал с ребятами, прошедшими военную службу. Михаил Игнатьев отметил, что теперь перед ними открыты все дороги. Условия для их трудоустройства в регионе созданы. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Сегодня силы полиции и экологов были стянуты на автозаправочный проезд в Чебоксарах. Как нам сообщили в региональном отделении движения «Антидилер», которое специализируется на угрозах в сфере общественной безопасности, здесь периодически и незаконно уничтожались мусорные отходы. Просто-напросто сжигались. Работники предприятия, увидев наряд полиции, закрыли ворота на замок. Когда подъехали журналисты, обзоры им загородили грузовиками. Причина такого поведения стала ясна чуть позже. Здесь, на территории одного из предприятий, прямо на земле организовали свалку. А вместо переработки и сортировки отходы просто сжигали. Ядовитый дым накрывал соседнее предприятие и достигал жилых микрорайонов Новоюжного района. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства инцидента. Как нам сообщили в региональном движении «Антидилера», ранее руководство предприятия уже неоднократно привлекалось к административной ответственности. С учетом этого не исключено возбуждение уголовного дела по факту нанесения вреда окружающей среде. Социальная жизнь семьи, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями, кардинальным образом отличается от обычных семей. Родители часто сталкиваются не только с психологическими, но и с юридическими проблемами. Во Всероссийский день правовой помощи в Национальной библиотеке прошел семинар «У моего ребенка ДЦП. Как быть?». Родители особенных детей, несомненно, лучше ориентируются в правовом поле. Но даже их юридических знаний порой не хватает, чтобы решить вопрос. Они у всех разные. Бывают случаи, когда все инстанции пройдены, а проблема с мертвой точки так и не сдвинулась. Наталья Рябинина до сих пор не может понять, каким образом получить положенное по закону жилье. С ними выигран суд у города Мариинского посада в администрации, но, тем не менее, три года квартира не предоставляется ребенку. Мотивируя тем, что у города нет финансов для выдачи жилищного помещения. Как показывает практика, даже при предоставлении жилья проблемы на этом не заканчиваются. Не все помещения соответствуют требованиям реальной жизни детей-инвалидов. Если он колясочник, ну дадут 40 квадратов, где там подвернуться? Вот эти вот все нюансы, если раньше это все, пусть в советское время это все учитывалось, то сейчас я вообще не знаю. Организатором семинара выступили представители благотворительного фонда помощи детям с ДЦП Али. Совместно со специалистами из различных госструктур они ответили на вопросы о пенсионном обеспечении, оформлении инвалидности, получении средств реабилитации, льготно-коммунальные услуги. Во время семинара мы оказываем бесплатную юридическую помощь родителям. Поясняем по всем актуальным вопросам, которые у них накопились, с различными специалистами. Это представители фонда социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы, нотариус, адвокат, прокурор, пристав. Также здесь имеется возможность у родителей встретиться, пообщаться, поделиться опытом. Среда для инвалидов постепенно становится более доступной. И такие встречи тому подтверждение. Специалисты проводят индивидуальные консультации. Сложные вопросы берутся на особый контроль. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Чувашская государственная филармония – одна из старейших концертных организаций России. 80 лет она по праву носит звание Центра культурной жизни Республики. Даже в свой юбилей артисты на сцене. Разные времена ставили перед коллективом разные задачи. Сейчас филармония объединяет семь творческих коллективов. Каждый год они готовят разные концертные программы. Самый известный и популярный проект – первый национальный мюзикл Норспи – удостоен государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. И никто уже почти не вспоминает, как было раньше. Думают о перспективах, вынашивают новые идеи и предложения. Ну, самое главное, я считаю, что у нас есть артисты, молодежь, которые способны на самом высоком уровне представлять Чувашское искусство. Не только в Чувашии, но и за пределами нашей Республики. Бурными овациями стоя встречали зрители артистов филармонии. На самом деле, они искренне вкладывают все в свое сердце и душу. Когда поклонники, зрители говорят спасибо, стоя аплодируют, для них, конечно, это очень такой высокий подарок. Хочется пожелать им дальнейших творческих успехов, благополучия. Лучшие артисты филармонии получили заслуженные награды. 16-й год работает в филармонии Александр Ильин в фольклорно-эстрадном ансамбле «Сявал» с 2004 года. За вклад в развитие культуры и искусства ему были вручены благодарность и часы от главы Чувашской республики. Это как бы большая семья. Нравится очень на самом деле работать. Ну, не зря же учились музыке. Побывали во многих местах. Это вот самое значимое, значит, это Олимпийский игрок в городе Сочи. 2014 год, буквально в прошлом году, в 2015 году были в Крыму. Конечно, очень хорошо встречались. Тепло. Ну, сами знаете, костюмы своеобразные, чувашские. Ну, многих людей это интересует. Для них это что-то новое. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Второй год в Чебоксарах проходит фестиваль авангардной культуры «Аптрофест». Его организаторы считают, что тонко сплетенная нить времен дает уверенность в том, что у национального искусства есть будущее. На этот раз была представлена авангардная культура Чувашии и Татарстана. Организаторы фестиваля обещали. Мы покажем вам татары и Чувашии такими, какими вы их еще не видели. Обещали и сделали. Современная культура настолько многолика, что в ней находится место и традициям прошлого, и авангардным идеям настоящего и будущего. В Чебоксары приехали поэты, музыканты, дизайнеры и художники. У нас живопись приближена к народному искусству татарскому. Они ковровые немножко, и в то же время современно авангардные. То есть используем еще символы, как и Чувашский народ. Вот у вас прекрасный художник Праскавитти, мы с ним очень дружим. Он тоже, те же методы использует свои жирипси. Я вот здесь жирипси привез, еще новую технику привез, которая в технике Шамаили сделана на стекле. Современное авангардное искусство может быть и вполне утилитарным. На фестивале дизайнеры показывали коллекции, где в традиционный крой одежды были вписаны весьма креативные элементы. Обычно я шью удмуртские коллекции, то есть стараюсь сохранить традиционный удмуртский крой. И если делаю какие-то новые элементы, то уже в соответствии с современным дизайном. В данной коллекции я пыталась использовать какие-то элементы кроя чувашского костюма. Авангард не только живопись и одежда. На фестивале показали все грани этого направления. Музыкальные группы из Казани и Чебоксар пели современные песни на национальных языках, а поэты читали стихи. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Тема беседы – реализация программы по переселению из аварийного жилья в столицу Чувашии. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я Олегу Панула с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин